Сегодня корреспонденты ТАУ, как и обещали вчера, продолжают повествование о пранкерском расследовании двух борцов с мошенничеством Жеки и Еврея, которые разоблачили псевдоэлектрика Прохиндея Евгения, работающего на швыроконтору, которая облапошивает стариков и впаривает им за ядерное бабло совершенно ненужные услуги и предметы. Уважаемые сограждане старшего поколения, особенно одинокие старики, не умеющие пользоваться интерсетью. Вот сейчас посмотрите, как работают афирюги и не подпускайте их к себе близко. Обращаемся также и к детям наших дорогих стариков. Объясните пожилым людям, чего делать не стоит ни при каких раскладах. Итак, вчера в первой серии этого боевика рассказывалось, что квазиэлектрик Евгений криво-косо, на соплях, поменял на кухне ветерану труда федерального значения Вере Юрьевне три электрические розетки за 21 тысячу рублей. Ну, каждая розетка в его конторе стоит 6 тысяч плюс 3к за работу. Причем, что важно, Вера Юрьевна не сама нашла фирму. Типа ей во избежание пожара и удара током срочно запонадобилось заменить в кухне три розетки. Она порылась в интерсети и нашла оптимальную фирму. Нет! Ей услуги по замене розеток навялили. Пришли какие-то левые люди с улицы, сказали, что они от районной администрации. Ити по розетке нужно заменить по-любому. Отказы не принимаются. И пришлось Вере Юрьевне смириться с теми ценами, которые ей назвали эти совершенно посторонние люди. Не, ну как тоже смириться? Она поняла, что где-то в чем-то ее напаривают и обратилась за помощью к сыну. А тот вызвал веселых пранкеров, Жеку и еврея. И в тот момент, когда псевдоэлектрик навешивал хозяйке на уши, что, мол, где розетки германские, из чудо-материалов, гарантия 10 лет, поэтому, типа, так все дорого. На сцене появились сын Веры Юрьевны и еврей, который тоже назвался сыном. Будет хорошо. Ой, ты такой пацебол. Почему? Ну-ка садись, поговорим. Здравствуйте, мастер. Германские розетки, да? Да, конечно. Ты-то можешь бабушке лапшу на уши вешать, но никак не нам. Присаживайся. Давайте ругаться не будем. Будем ругаться мы с тобой. Голомарки стоят они 50 рублей. А ты сколько продаешь? За 20 тысяч? Я не продаю. Я мастер, во-первых. Ты шестерка здесь. Ты шестерка здесь. Давайте, пожалуйста, не выражаться. Хорошо? Ты шестерка, во-первых. Шестерка, да. Давай я сейчас стукну тебе громко. Давай. За шестерку. Брят, ну тебе сильно и больно. Мы, сыновья. Ты нафига меня скажешь? Давай, пожалуйста, шестерка. К нам обратилась наша мама и говорит, а как так пометь розетку стоит 20 тысяч рублей? Это что такое? Это не просто. Пожалуйста, а кому? Вы же специалист. Я могу вам... Вы же специалист. Вызывай начальство сюда. Вызывай начальство. Вот такой ерундоль, такой бред. Это я не знаю, только пенсионеры могут в это верить. Молодежь, что ли? Я сейчас звоню, в общем говоря, вы сами пообщаетесь с Иваном Дмитриевичем и все уже решите. Я передаю трубочку. Иван Дмитриевич. Да, слушаю. Почему такая огромная стоимость? Германские, да, они у вас такие качественные, как вы говорите? Конечно. Ну, конечно. Да. Заводов туда заказываем. И пенсионеры в это верят, в эту чушь, да? И деньги дают такие большие. Почему чушь? Ну, это чушь. Какая стоимость ваших чудо-розеток, мне вот интересно узнать. У вас такие? Есть такие же похожие в Галаманте, раз ты говоришь, в Галаманте. Возможно, похожие они есть. Где они, германские? В каком они месте, германские? Я приехал на склад, мне выдали их, что я приехал сделать. Где документы на склад? Ну, что они вы производите? Сертификатный. Что они вы производите? Что они вы производите, а с кого он спрашивает? Ну, вот эти, которые старые, допустим, были же раньше, помните? Ну, 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 советские, розетки. Да, да, да. Так. А у них, видите, у них разница в том, идет, что контакт идет чем ближе. Потому что у... Понимаете, Иван Дмитриевич, пенсионеры, это, не шарят в этом во всем. Они интернет не смотрят, они ничего такого не понимают. Скажите, допустим, с вас 10 тысяч, они отдадут вам 10 тысяч, и не будут интересоваться пенсионеры. А молодежь, может, кто шарит, тот будет разбираться в этом во всем. Смотрите, цену назначаю не я лично. А кто? А кто? Головной офис. Головной офис. Разумеется. А, да, я же вам не показал квитанцию, что выписывал целых 12 минут этот сопляк. Наименование работ. Замена розетки. Зачистка проводов. Доставка материала. Выезд мастера. Работа мастера. Это без комментариев просто. Знаете, когда надо тебе создать видимость какой-то активной работы, но ты не знаешь, что написать. А я несу ответственность за качество выполненной работы, но не за то, что она будет шататься. Ну, серьезно, посмотрите. Серьезно, а что я мог сделать? Выставите розетку. Конечно, я поставил. Я пришел такой, мам, а что с розеткой? Я пришел специалист, говорит, я обремонтировал. Ну, я такой, как так? Ну, а как я мог сделать по-другому? Ты вызвал полицию-то? Да, вызвал. Все, охуевываю. Хороший, интересный у вас работа, ребята, правда. Вы так работаете. Складно, ладно, грамотно, четко. Молодцы. Что значит, четко? Ну, как, пенсионеры четко так разводите на бабки? Вот такие. Никто никого не разводит. Это разводняк, Иван Дмитриевич. Разводняк. Это кривида. В курсе. Если вкратце смотреть на ситуацию, то, по сути, верно получается, сопливый прав. Она сама это все подписала. Но это обобщенно. И это неправильно. Надо смотреть на ситуацию в общем. Как они с бабушкой разговаривали? Как они подводили ее к подписанию договора? Какими методами они ее убеждали? Они же не просто вот пришли и сказали, давайте мы с 2.21 тысячу заменим розетки. Они это ей преподнесли как жизненно важную необходимость. Обязательно. Пока еврей в адресе разоблачал горе электрика и его начальника, сын Веры Юрьевны вызвал полицию. И, будьте любезны, из железки, то есть из 11-го железнодорожного опа, прибыли сотрудники в форме. И полиция приехала. Пацана допросили, ну так, в общих чертах, типа, что делаешь, тут и все такое. Здесь как оказались? Приятно. Выполнял работу по домини-розеток. Я пришел, смотрю, на гвоздиках прикрученная, вот так вот взял, опа, и все, она отвалилась. Дурят, по нашему мнению, пенсионеров и берут такие бешеные деньги за обычную розетку. А, будто вы делаете полицию? Все. А если я на свою машину пойду? Так, как я на свою машину приехал. Надо в Бобики ехать. Парня увезли в Бобики, ребята пошли в отдел полиции, сами и написали там заявление по поводу вот всего произошедшего. Хорошо, хоть его привезли в полицию, самое главное, чтобы виновный получил подоступность. Что мы поймали его с поличным, можно сказать, и привезли, по факту, чтобы мы сейчас разгорались. Классным структурам. Ну, сами понимаете, по документам у конторы, скорее всего, все будет хорошо, прям не докопаться. А знаете, какой ответ бабушке дала полиция через некоторое время? Ей пришел отказ от возбуждения дела. Но, смотрите, в постановлении ведь нет ни слова про то, с помощью чего бабушку убедили подписать договор. То есть формально, конечно, есть договор, есть акт выполненных работ, и полиция правильно написала, что это относится к защите прав потребителя. Но ведь нет там ни слова о самом важном, о введении в заблуждение. Ведь это и есть та самая маленькая черта, за которой уже и начинается обман. Я думаю, Вере Юрьевне надо будет попробовать написать заявление еще раз, только делая уже акцент на самом важном, на том, что ее убедили подписать этот кабальный договор. Там, не знаю, посоветоваться с юристами, как правильно это сформулировать, что ли. Но судебная практика такова, что подобные дела, 90% случаев, оканчиваются ничем. Ну и на пассажок пранкеры для закрепления дидактического материала пригласили к Вере Юрьевне мастера-электрика Алексея из настоящей фирмы. И он расставил все умляуты над «и». Ну, это то же самое, как точки над «е», только германские, дорогие. Итак, Алексей, ты у нас специалист в электрике. Скажи, пожалуйста, что сделал псевдомастер прохиндей? Псевдомастер поменял розетки на, как он сказал, германского производства с надписью «Под нагрузкой не отключать российское». Качество установки, ну, ровно еще там контактная группа не затянута, в принципе. О-о-о! Что при паре-тройке включений плиты чревато будет возгоранием, как следствие, возможно, даже и пожаром. Так, поехали дальше. Вот, друзья, за каждую розетку взяли 6 тысяч рублей. За каждую розетку 6 тысяч рублей. Розетка выпала, розетка просто не закреплена. В старом советском стакане эта розетка держаться никогда не будет. Здесь та самая история. Ровным счетом контакты не протянуты. Последствия те же. Идем дальше. Третья розетка, самая смешная. Третья розетка. Контакты скручены между собой. Хотя в розетке есть отдельно два гнезда. Под каждый провод мы можем зажать штатным разъемом розеточки. Это опять же говорит о качестве монтажа и образовании того человека, который делал. Если у него, конечно, есть образование. Обычно мастера не берутся за заказы меньше, чем полторы тысячи рублей. Здесь в 2-2,5 тысячи рублей можно уложить весь ремонт, сделать все качественно и с большим набором функций, чем это было сделано здесь. Так что надо быть, конечно, очень внимательным и более приспособленным к современной жизни, потому что вот действительно так по-простому, очень вежливо тебя, ну, облапошили. Друзья, не попадайтесь на уловки мошенников и следите, пожалуйста, за своими родственниками, чтобы они вот так же вот не попадались вот в такие вот ситуации, чтобы вам потом не было за них стыдно. Продолжение следует... Продолжение следует...